Здравствуйте, дамы и господа! Я рад приветствовать вас на нашей сегодняшней встрече. И сейчас 6 часов вечера, 10 ноября 2020 года, который совсем не простой, но тем не менее огромные изменения происходят в мире, о которых, как я считаю, должен знать каждый, потому что это очень полезно для всего мира и для каждого человека в отдельности. Хочу вам представить одно видео. Доброго всем вечера! Если слышите и видите меня хорошо, поставьте плюсики. Если нет, то напишите, пожалуйста, что не так, и присаживайтесь поудобнее, и наслаждайтесь. После мы начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Поэтому вот эти города, которые мы строим сейчас, они перестали для нас быть полезными. Мы сейчас можем их изменить, мы можем изменить транспорт, который передвигается в них, мы можем изменить вид городов и устройство в них, можем изменить то, что мы кушаем и что мы видим ежедневно с помощью интернета, с помощью соединений и объединения. Но как же от этого перейти к естественной жизни, к большему нахождению на природе? Мы сбиваемся в города, потому что так быстрее, потому что в городах мы быстрее делаем все, что нам необходимо для своей жизни, обмениваем нашу энергию и труд на средства и на другие знания. Но, к сожалению, эти города и транспорт перестали справляться. Мы видим, конечно, так скажем, логистику и разумную, но в большей степени нас стало так много, а транспорт не увеличился в скорости, что в этих городах становится плохо жить, потому что они загазованы, потому что тяжело добраться до нужного места. И если увеличить скорость транспорта, либо как-то внедрить транспорт, который не будет занимать место, то все эти проблемы можно будет, часть этих проблем можно будет решить. Посмотрите, пожалуйста, перед вами реалии 21 века. 40 полос на левой фотографии. Вы видите, это Китай, справа Индия, Индонезия. Это настолько переполнена сейчас наша транспортная сеть, то, в общем целом, наши двигатели прогресса, как мы сильно и быстро передвигаемся. 40 полос. Огромная нагрузка, которая перестала справляться, и ее можно решить. Это наши города. Нам здесь дышать, нам здесь заниматься спортом, нам здесь кушать, нам здесь расти детей. И это выглядит не совсем благоприятно для всех этих дел. Согласитесь. А еще, насколько это может быть небезопасно. Города, урбанизация. Люди все больше собирались в города, а города расширялись, потому что есть транспорт. Есть транспорт, с которым мы можем и с центра, или с одного края добраться до другого края. Чем больше становилась скорость, тем больше расширялись города. И мы стали как бы заложниками, потому что нам нужна эффективность. Мы хотим проявлять эффективность. Тем не менее, и поэтому нужно жить в городе. А для того, чтобы жить за городом, нужно много добираться. Но если увеличивается скорость, то можно поменять эти бетонные джунгли на действительно хорошие места, где мы можем дышать свежим воздухом. Потому что в городах пешеход уже не является главным. Его выносят куда-то. Например, как здесь, на второй уровень. Причем, посмотрите, на какой высоте. Или так. То есть человек перестает быть важным в транспорте, который не справляется. Тем не менее, строится. Посмотрите на картинку слева. Несколько этажей погребены без солнца. Но это необходимо, чтобы город жил. Наверное, здесь должно быть другое решение. Потому что это слишком ущербное. И посмотрите на фотографию справа. Как много перереза в мире дорогами. А вот так это выглядит ночью. Я был в Лос-Анджелесе сам в 2015 году. Я видел это. Я видел, как это стоит каждый день. Каждый вечер. Такой поток. Нескончаемая змея. Красная и белая. Либо выносить вот так. Что, наверное, не очень комфортно. Особенно жить там, внизу. Или вот так. Мы понимаем, что действительно необходимо многое поменять. И есть такие возможности. Но кто это сделает, если мы сами занимаемся другой деятельностью? Теперь есть краудинвестинги. Теперь есть множество проектов народного финансирования. Которые это заменяют. И позволяют создать что-то супер новое. Например, как супер новая логистика. Для того, как нас много. Чтобы это все было хорошо. Чтобы мы хорошо передвигались. И не загружали, а разгружали. Может ли быть такая система? Давайте посмотрим. Здесь на фотографии 177 машин. Посмотрите, как много они занимают места. И 200 человек вниз. У них внутри. Но если вы посмотрите рядом. Тех же 200 человек на самом деле занимают не так много места. Следовательно, если по-другому изменить логистику перемещения. А не как частный транспорт. Такой, как автотранспорт. То можно сделать вот такие изменения. Например, три автобуса. Сейчас в Европе очень хорошо идут электроавтобусы. Это действительно классно помогает для мест, для центра городов. Если три автобуса, могут вместить этих 200 человек. И посмотрите, как мало они занимают места. То есть общее разумное строение городов сейчас. Это огромный залог успеха. И у генерального конструктора нашей транспортной технологии есть подобные технологии. Строительство эко-домов, эко-поселений и линейных городов. С новой логикой, где максимально город отвечает потребностям человека и его развитию. И посмотрите, фотография справа. Один поезд, один легкий поезд может вместить этих 200 человек. Если сделать эту логистику без остановок, как у нас, то это получится самый быстрый, самый эффективный вид транспорта. А он еще и самый безопасный. Об этом я еще расскажу. Насчет безопасности. Посмотрите, некоторые страны просто не могут позволить себе никакой транспорт из-за средств. И им нужно не то, чтобы выбор какой, им нужно хоть что-то. И здесь тоже есть отличная польза. В нашем проекте наша технология является одной из самых ресурсов, так скажем, малой ресурсов емких. Использует мало земли, использует мало ресурсов нашей планеты. Поэтому очень легко и быстро строится. И стоит недорого. Поэтому даже подобные страны, как Индия, либо другие страны с не очень хорошим финансовым положением, могут позволить себе данный транспорт с лучшими характеристиками из всех транспортных отраслей. Автомобильный транспорт действительно слишком опасен. И это факт. И его необходимо менять. Как минимум для него уже нет места. Либо для него, либо для нас, для пассажиров, для пешеходов. То же самое и с грузами. Здесь, вы видите, точнее, я вижу здесь переплату за наш товар. Из-за того, что он здесь стоит, из-за того, что не справляется система с таким количеством потребления, мы за это платим. Потому что здесь долго разгружается товар. Потом он долго доставляется. Логистики для 8 миллиардов человек, к сожалению, на данный момент нету. Она не рабочая. И это тоже необходимо изменить. И это тоже можно поменять с помощью нашей транспортной технологии. Поэтому первых две проблемы, таких основных, это перегрузка всех транспортных путей, которые действительно необходимо заменить. Либо как-то им помочь разгрузить, виды изменить. И вторая проблема, отсутствие безопасности. Потому что транспорты, большинство находятся на первом уровне. И их безопасность, мы находимся на одном и том же уровне. Человеческий фактор, множество, множество вещей играют на этом. И для нас это иногда фатально. А нас, живого, 12 миллионов видов на планете. И необходимо, поскольку мы венец эволюции на этой планете, необходимо заботиться о всех. Большая сила, большая ответственность. Человек двигается в разных направлениях. И строит дороги всюду, чтобы обуздать всю планету, воспользоваться ее красотами, ресурсами, насладиться ей. Но не замечает, точнее не все замечают, что происходит, что остается после него. Это наша планета. После нашего же использования. Подумайте только, дорогие друзья. При том, что каждый из вас теперь может влиять на мир. Поэтому мысли каждого из вас важны. До появления человека не существовало мусора. Вообще. Все как-то само собой перерабатывалось. Представьте. Следовательно, скорее всего, для того, чтобы разумно, хорошо развивалась жизнь на планете, продолжалась, необходимо сохранить эти условия. И приходить, как в тех странах, в которых полностью приходят к переработке мусора, либо не оставлять мусор вообще. Как, например, в Скандинавии. Очень большие успехи. И нам можно думать, каким воздухом мы хотим дышать. Тем, что перед нами сейчас на картинке, либо чистым. Двигать жизнь, двигать мир в сторону экологических технологий. Тех, рядом с которыми мы можем развиваться, жить долго и здорово. Третья проблема – это загрязнение окружающей среды. Очень важная. И с ней тоже можно очень хорошо бороться. Стоит просто убрать двигатель внутреннего сгорания. Можно переместиться в электрокары. Но вопрос, откуда берется энергия для этих электрокаров? В большинстве своем это берется изжигание материала, что, опять же, вредит достаточно сильно. Поэтому возобновляемые виды энергии. Это очень важно. Потому что сейчас мы пытаемся выжить вот так, как эта статуя в середине. Но эти трубы необходимо поменять на ветрогенерацию, геотермальную энергию, солнечную энергию и прочее. И наш генеральный конструктор хорошо в этом понимает, разбирается и запускает эти процессы со своим эко-миром. Также большой расход энергии – это одна из проблем. Юницкий сделал потрясающую вещь. Он придумал наилучшие формы, проработав разные. И в форме капли, и такая, и с такими показателями. Все это продувал, рассчитывал. И в итоге пришел к потрясающим результатам. Расскажу чуть подробнее. Снизу главное, что транспорт едет по низу, и его немножко притягивает экранный эффект к земле. Сзади турбулентность затягивает, как воздушная яма. Откуда мы переместились, там еще нет воздуха, и он с одной стороны идет, а машину тянет назад, чтобы скомпенсировать. И впереди наша встреча с воздухом. На скорости 60 км в час мы тратим всего 30% энергии на сопротивление, а на скорости 300 км в час мы будем тратить 90% всей энергии на сопротивление воздуха, на сопротивление и разрушение окружающей среды. Поэтому нужно работать с аэродинамикой, и тогда будет меньше потерь, будет более экологичное и экономичное передвижение. Поэтому Юницкий поднял транспорт на второй уровень, что дало возможность ему строиться где угодно, в любых абсолютно рельефах, и убрал сплошную поверхность, сплошную полотно дороги, отдельные рельсы. И воздух теперь проходит с разных сторон, спокойно огибая транспортное средство. То есть нет такого сопротивления. А сзади из-за такого хвоста у него получается нет турбулентности, потому что воздух спокойно сходится. И это ли не фантастика, а экологический транспорт, который рассчитан пока по максимуму для того, чтобы интегрироваться в этот мир, давать максимум скорости. 500 км в час, дорогие друзья, 500 км. Мы можем не съезжаться в город при такой скорости, мы можем жить где-то в природе и спокойно за полчаса, за час добираться чуть ли не в другую страну и в другой город для работы. При том, что сейчас это практикуют на обычных видах транспорта в разных странах люди. Даже час на работу. У меня есть такие знакомые. Представьте, а нужно будет всего 10 минут для этого. Это фантастика, которая проверена и сейчас сертифицируется. Весь этот проект – это сертификация уже созданной технологии. Постройка ее, демонстрация, испытания и сертификация. Поэтому большой расход энергии мы тоже убираем. И это тоже очень здорово. Хотя под каждый вид и под каждую скорость свое транспортное средство. Между этими фотографиями разница 150 лет. И за последних 150 лет особо ничего не изменилось. Так же много материи, так же много веса, который нужно передвигать. Слабая аэродинамика и старый способ движения. То есть двигатели. Огромные опоры, но уже на втором уровне. И это очень здорово, потому что можно делать с помощью подобных установок переходить любой рельеф уже с существующим видом транспорта. Но та система, с которой я вас сегодня познакомлю, она может ставиться где угодно. В любой местности, в любой температуре. И вот подобные случаи, в которых достаточно хорошо использовано пространство, в них уже не будет необходимости. Потому что ажурные конструкции с десятикратной прочностью, которые могут располагаться и над домами, и над реками, и над оврагами, даже сейчас уже 400 метров любого пролета можно пройти на нашем транспорте. Я уже катался в прошлом году, именно то, о чем говорю. Или здесь. Трамвай на рельсах. Да, землеотвод есть, но посмотрите, он весь огорожен, потому что это при таких весах точно не очень безопасно. И тяжело сделать десятикратный запас прочности здесь. Посмотрите, какая массивная дорога. Поэтому, но это уже хороший вариант. Хотя всего нам нужно пересечь расстояние из точки А в точку Б. Но для того, чтобы это сделать на обычном транспорте, нам необходимо сделать дорогу для этого. Причем вся флора и фауна должна сравняться. Мы серьезно ее меняем и серьезно вредим ей, если делаем обычные виды транспорта. Только потом в десять слоев мы делаем высокотехнологическую дорогу, которая занимает очень много ресурсов, и только потом там может ехать транспорт. Вот так это выглядит в реальности. Рассмотрите, пожалуйста, эти фотографии. Представьте, как много нужно сделать этому экскаватору на левой фотографии, как много ему нужно топлива, чтобы сделать то, что там сфотографировано. Это просто вау. И что же происходит с землей здесь? Перебиваются грунтовые воды, огромные изменения с почвой, и мешаем иммиграции животных. Либо справа. Представьте, как затратно сделать такую дорогу, настолько разбить скалы и положить там идеально ровный путь, для того, чтобы многотонные транспортные средства могли передвигаться там огромным эшелоном. Это дорогостоящее, это работало, спасибо этому большое, но настало время эволюционировать в транспорте. Мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Это слова генерального конструктора Skyway Анатолия Юницкого. Этот транспорт фантастический, и он уже сейчас в 12 разных моделях, в около 10 разных трассах испытывается, демонстрируется и сертифицируется для того, чтобы его можно было построить в любом уголке мира. Новый экологический транспорт, который даст новые скорости, который даст фантастические возможности каждому человеку на планете и сможет расселить людей по всей планете равномерно, потому что можно будет добраться куда угодно. Эта технология оберегает мир, оберегает наш мир, нашу флору и нашу фауну, потому что это транспорт второго уровня. Из-за того, что он вынесен на второй уровень, вся планета, вся поверхность планеты принадлежит флоре, фауне и человеку, как и должно быть, как и было до изобретения транспорта, но с его возможностями теперь. Это фотомонтаж Рига, любимая Рига, наша Даугава, и даже если убрать несколько опор посередине, то уже трасса с пролетами 400 метров может стоять здесь и перевозить людей, например, из аэропорта прямо в Старую Ригу. Очень быстро и безопасно. Представьте, как здорово. Сегодня, точнее, в прошлом году я уже катался на трассе 400 метров. Это так прекрасно, когда ты летишь над садами, над зеленью, над экологическим парком 400 метров просто как будто в воздухе и передвигаешься с полным комфортом. Я понимаю, что я хочу такой транспорт вокруг себя. Когда ты смотришь на высоте птичьего полета вокруг и видишь красоты любимого места, где живешь или где путешествуешь. Я обожаю Латвию за ее природу. И находиться в таком транспорте и смотреть на наши живописные части, когда ты едешь куда-то в Энспилс, в Алмеру или в Цейсис, или в Лепу, или в Даугавпилс, это же потрясающе. Чистое, быстрое полет на струне. Это все реально. И это все будет очень реально уже очень скоро. Потому что технология очень простая. Юницкий ее полностью описывает. Вы на Ютубе можете найти струнные транспортные системы на Земле и в космосе. Это видео по монографиям Юницкого. Как он пришел именно к такому виду транспорта. Как он увидел дорогу и задачу вообще дороги и транспорта. И как он изобретал, чтобы вот столько колес было, либо два, либо три. А чтобы вот тут они располагались, сколько рельс и так далее. Он находил лучшее, получал критику в течение многих лет. На реализацию бесконечных адресных проектов на нашей планете. Вот тогда действительно будут уже многотысячные штаты, которые будут развивать данные направления. Потому что это только первая технология, которая идет с помощью народного финансирования из всего эко-мира. Нас ждет еще потрясающая вещь. Здесь вы видите, что это просто струна. Струна натянута. И поэтому является очень прочной и ровной. И по ней можно двигаться. Если мы особенно ее как-то снаружи укрепляем. И эта струна натянута между анкерными опорами и закреплена на земную кору. По факту это все. Но это дает такие огромные возможности со всеми улучшениями, которые придумал Анатолий Эдуардович. Вот так выглядит один из видов рельсов, полужесткий. Внутри пучки струн, предварительно натянутые. Вокруг них бетон специальный от антикоррозийной и забирающей шум, поглощающей вибрации. Корпус, где все это находится. И головка рельса. Стальная, определенных покрытий, по которым идет стальное колесо. С наивысшим коэффициентом полезного действия. С наименьшими потерями. Есть разные виды трасс в зависимости от необходимости. Будь то грузовая, легкая прогулочная, туристическая какая-то, либо решение последнего километра в маленькую деревеньку. Тогда самый маленький юнивинт, суперлегкий, которым будет в логике на несколько километров между опорами, сможет производиться. Он будет делаться быстро и дешево. И сможет даже самые глубинки связать с крупными центрами. Это очень здорово. И это все уже сертифицируется сейчас. Вы это уже видите в железе. В следующем экофесте вы можете это потрогать. Я надеюсь, что он будет в следующем году. Нас отпустят все ограничения. И мы встретимся с вами в Белоруссии, в Мариной горке, в эко-технопарке. Где вы уже увидите, как все виды транспорта, точнее множество видов транспорта катаются. Уже могут катать людей. Чего достигли. И, конечно же, стать частью этого. Этот транспорт изменит весь мир, который мы сейчас знаем. Как когда-то интернет изменил. Весь мир. Потому что это даст нам полную безопасность, огромную скорость, лучшую логистику впоследствии в новых эко-городах. И сейчас у каждого человека есть возможность поддержать это. Как минимум узнать об этом. Узнать об этом и что-то сделать с полученной информацией. Все это сделал Анатолий Эдуардович Ницкий. Гениальный ученый. О нем вы можете узнать на этом сайте. Unitsky.engineer. Потому что проектов много. Технологий много. Огромная, огромная база знаний у этого человека. В направлении улучшить и спасти мир. И я считаю за три года изучения, что он прекрасно справляется с этим. Поэтому, дамы и господа, прошу вас, ознакомьтесь с ним. Он попал в сотню выдающихся лидеров России. Люди нашего тысячелетия. Получил премию мира в 2018 году в Братиславе, в Словакии. За то, что он создал и спроектировал весь свой эко-мир. Это множество технологий, как людям жить и развиваться в содружестве и гармонии с биосферой. Он видел все эти вопросы, он видел все эти проблемы и он знает, как их решить. Поэтому он создавал свои технологии и продвигал их. И сейчас она уже практически выходит на рынок, если смотреть в масштабах всей его жизни. Потому что более 40 лет он работал ради чистого мира. Чистой энергии и процветания живого. В 15 раз меньше электричества будет затрачиваться на струнный транспорт, чем сейчас на транспортные отрасли. Их не нужно будет так долго ремонтировать. В Индии, когда были выставки Smart Cities, Юницкий Анатолий Эдуардович приезжал и к Далай-Ламе, чтобы рассказать о том, что и показать, чем занимается наш Юницкий для мира и как это можно использовать для этого места. И Далай-Лама поблагодарил и благословил данную технологию и этого человека, чтобы действительно у него получилось сделать то, что он задумывает. Потому что линейные города и экопоселения с экологическими домами и экологическим транспортом уже разработаны. Они уже есть. Их нужно только реализовывать. И это по нашей, так скажем, удаче реализовывается с помощью народного финансирования. Абсолютно любой человек, каждый может участвовать и стать частью этого. Частью этой технологии и этого прогресса. Как кто-то когда-то запустил Apple компанию, кто-то запустил Microsoft или Alibaba. А сейчас технология SkyWay это одна из лучших транспортных технологий, которая имеет возможность развития на сотни лет вперед. У него есть разработки, как это улучшать. Например, передвижение в фар-вакууме до 1200 км в час. И уже об этом есть договор с одними из наших партнеров в Арабских Эмиратах. По затрату энергии вы можете убедиться. Представьте, вы едите 100 км на машине. Если у вас 14 пассажиров, то есть это бусик такой, со скоростью 100 км в час, вы потратите всего несколько литров топлива. А если 500 км в час, как вы видите на правой, 6 человек на один больше, чем в машине. С огромными багажными отделениями впереди и сзади. Вот здесь вот и вот здесь вот. Я был, сидел уже внутри, видел, залезал туда на всемирные выставки транспортные и на транспортные 2018. И вот эти люди со скоростью 500 км в час, абсолютно безопасно и чисто экологично, могут за 5,5 литров топлива преодолеть 100 км. Насколько много плюсов, и они уже есть. Это сейчас главное, одно из главных направлений для завершения технологии, чтобы она уже вышла на самоокупаемость. Закрылся проект краудинвестинга и компания пошла в мир в полное развитие и выполнение адресных проектов. Сертифицировать скоростную трассу. Передвижение 500 км в час. Данный транспорт – это умные компьютеры, как рой. У каждого из них есть собственный искусственный интеллект, где с помощью множества алгоритмов заложено, как он будет поступать в той или иной ситуации. Они все связаны между собой. Каждая опора даже связана между собой и контакта вместе с транспортными средствами. И если что-то где-то происходит, вся система принимает меры. Фантастическая безопасность. Где бы этот транспорт не нахватился, есть система, по которой можно спуститься из этого транспорта на землю, если это какая-то механическая. Но для этого сделана и стыковка у нескольких транспортов. Мы видели это на ближайшем Экофесте, как одно транспортное средство отбуксирует другое, если какая-то поломка. И внутри есть мотор-колеса, которые полностью экологичны. Сейчас они есть уже в нескольких видах исполнений. И даже если несколько из них по какой-то причине сломаются либо откажут, остальные довезут его до места назначения. Потому что наши транспортные средства очень легкие и практически не борются с окружающей средой. Поэтому мало энергозатрат для того, чтобы его двигать и двигать его быстро. Также безопасность это противосходная система. Сбоку мы не можем упасть с этих релест. Это есть для каждых и подвесных, и навесных транспортных средств. Поэтому, как говорит Юницкий, безопасность более чем 2000 раз по сравнению с автомобильной отраслью. Рассмотрите, пожалуйста, эти графики. Без капитальных затрат на ремонт до 100 лет. Огромный срок службы. Не то, что сейчас у нас строят транспортные дороги, которые каждые 3 или 5 лет нужно ремонтировать. Транспортная отрасль самая дорогостоящая. И она же самая коррумпированная. Поэтому эти технологии Юницкого очень долго тормозились и не выпускались. У него есть достаточно много видео на эту тему, как он с кем работал. И во время карантина он создал блог, в котором рассказывает, как он двигал Skyway в разных странах, в разных городах и что шло не так. Это огромное продвижение в сфере транспорта. Мы уберем огромную часть коррупции, которая происходит, куда уходят деньги в государство с помощью этого транспорта. Лучшего и при этом недорогостоящего. Так что необходимо только узнать больше на сайтах, на главном сайте Skywork Community, new.skyway.capital, либо на сайте инженера Юницкого, unit sky engineer, чтобы не просто доверять моим словам, а действительно увидеть, что сделал этот человек. Хотя под тем видео, которое я вам показываю, я уверен, что вы видите это в железе. Это действительно настолько прекрасно и вписывается в окружающий нас мир. Самые последние транспортные средства, которые сейчас больше всего полезны. Они все экологически дружелюбные. Но давайте посмотрим глубже. Какая у них безопасность? И действительно у Skyway безопасность намного выше, потому что убрано много рисков. А у монорельсовой или магнитной подушки уже поменьше. Гиперлуп вообще достаточно опасен. Хотя как раз сегодня один из членов правления выкладывал ссылку насчет того, что происходят какие-то тестинги данных транспортных средств. Но как много времени и средств у них было на это, и возможностей, и как мало они показали за последних 5 лет. Сколько же показал Анатолий Эдуардович с развитием своей инновационной транспортной струнной технологии. Также где строить данное транспортное средство? По старой технологии? На ровной поверхности, чтобы из всего, из нашей прекрасной планеты, которая нету одинаковых мест, все это сравнивать под одно и строить дорогостоящий транспорт? Или все-таки научиться жить в содружестве и строить технологию, которую можно строить, не вредя окружающему миру? Также и скорости. Передвижение в фарвакууме Анатолия Юницкого это до 1200 км в час. С этим может, так скажем, соревноваться только Гиперлуп. Но мы на порядок впереди этого. Потому что, как однажды сказал Анатолий Эдуардович Низкий, точно не помню, что когда Илон Маск был еще маленьким ребенком, Анатолий Эдуардович уже изобретал и создавал разные устройства и изобретения, которые помогали миру. Поэтому опыт действительно есть. Эти ученые должны быть в содружестве и делать этот мир лучше. Каждый по-своему. Но в данный момент нам необходимо ориентироваться только на факты, на возможности. И при всем, при всех при этих плюсах стоимость самая низкая. Недорого и мало ресурсов планеты мы заберем для того, чтобы получить много, большое передвижение, большую ценность для развития человека. Много транспортных средств уже создано. 12 в железе. Около 16 полностью разработано. Но все делается по тому, что сейчас более необходимо. И сейчас уже есть первые адресные проекты, которые прям конкретно с нацеливанием на строительство. Поэтому многие части транспортных средств и трасс делаются сейчас конкретно, чтобы просертифицироваться. И сразу можно было строить данную технологию в заказанных местах. И уже смотреть на практике, как работает эта технология. В большом масштабе, когда будет сотни километров дорог. Раньше мы видели это просто в картинках, еще в самом начале, в 14-15 годах. Теперь все это есть в железе. В части из этого я катался лично. Дорогие друзья, честно, даже есть видео и фото. И вы можете сами посмотреть это, надеюсь, в следующем году. Это происходит летом. Раз в год компания представляет все, что она сделала. Поэтому, пускай у вас это на лето будет интересной идеей, что вы можете съездить недалеко в Белоруссию. В прекрасное место с хорошим воздухом, с благоприятным климатом летом. И увидеть что-то новое. Потому что на данный момент только в Белоруссии и в Объединенных Арабских Эмиратах сильно развивается наша технология. Более 10 видов струнного транспорта прошли испытания в Белоруссии. Несколько в Объединенных Арабских Эмиратах. И транспорт делается с той задачей, чтобы быстро внедриться к другим транспортным отраслям. Помочь им и впоследствии, поскольку он самый эффективный, перенять. Как раньше у нас было с телефонами. Появились же плиточки, теперь в которых есть абсолютно все. Маленькая плиточка, где есть все. Мы же не хотим перейти обратно к дисковым телефонам. Потому что это менее удобно. Зачем замедлять себя и забирать возможность жить быстрее, эффективнее, ярче, полезнее, безопаснее и экологичнее. И эта возможность есть. Всемирная известность на данный момент к 14 этапу из 15 нашего народного финансирования. 18 выставок, более 18 выставок международных прошло, где мы представили нашу технологию, представили наши разработки. Два раза были в Германии, там где 4 дня, 160 тысяч человек. 183 тысячи квадратных метров. Огромное место, где внутри автобусы ходят, чтобы перемещаться. Там мы были одни из лучших. Из 25 делегаций из 18 стран у нас были все. У нас всегда была толпа людей, которая хотела узнать, что же это такое. Что снаружи у другого стенда, у юнибуса. Что здесь внутри, у скоростного юнилета, который может передвигаться со скоростью 500 км в час. Мы с Кейтлин Яковс уже осваивали, посмотрели, как это фантастическое место. А будет стоить примерно как джип в собственном использовании. Но могут и города покупать такие системы. И это может быть общественным транспортом. От городов не обязательно это покупать. И как однажды сказал член правления, поначалу, когда это будет больше транспорт первого уровня. И потом мы будем пересаживаться на Skyway. То можно будет просто снимать транспорт, не покупать его сразу. А когда уже сети распространятся, можно будет купить себе транспорт. И перемещаться со скоростью 500 км в час или больше по всему земному шару. На своем транспортном средстве. Это потрясающая возможность для каждого. И сейчас она становится возможной. Потому что усилие каждого, каждое слово и энергия помогают ему сделаться быстрее. Для того, чтобы все это получилось, нужно просертифицировать технологию. Сейчас мы на 14 из 15 этапов развития. И вот подобные сертификаты, как этот, и еще множество, нам необходимо получить. Сертификаты, патенты на разные промышленные образцы, товарные знаки и изобретения. И во многих странах это происходит. И мы уже подходим к концу. Когда мы закончим, компании не нужно будет уже финансирование со стороны. Она будет полным комплектом. Одной из крупнейших и сильнейших транспортных отраслей в мире, которая будет расширяться по всему. И мы можем стать частью этого бизнеса. Тем, что сейчас понимаем, что они делают. Ценим это. И поддерживаем. Либо своим знанием, своим вниманием и временем. Тем, что передаем другим информацию о том, что есть подобный проект. Либо тем, что мы можем помочь ему своей, так скажем, энергией. У нас есть несколько заводов уже к данному моменту. Несколько офисов. Девятиэтажные уже офисы есть. Больше тысячи работников, высококвалифицированных и постоянно повышающих свою квалификацию. Работающих на лучших компьютерах, лучшем железе и лучшем софте. То есть программное обеспечение. Делающие в 3D experience, в виртуальной среде, разработку и проработку каждого устройства, каждой детальки. То есть все самое передовое. Также три завода. Три завода в Республике Беларусь, на которые мы делаем и подвижные составы, и транспортные, и саму путевую структуру разных. Там стоит очень много станков, некоторой стоимостью до полмиллиона долларов. Представьте, 500 тысяч. И у нас много станков самых мировых производителей. Так скажем, некоторые из подобных станков, 3D принтеры или лазерные резки, они используются в космической отрасли. А мы здесь делаем наземный транспорт. То есть самое передовое. И оно уже является частью собственности каждого человека, который участвует в данном проекте. Который помогает ему. Мы совладельцы всего этого. И это народное финансирование, которое будет давать прибыль, дивиденды, либо капитализацию этим же людям, которые ради всей планеты реализуют данную технологию. Каждый может стать частью этого. Просто спросите, как. Есть в чате отдельный чат. Хотите поддержать? Пишите туда. Мы сможем после презентации связаться с вами. И я помогу вам разобраться, что же делать дальше. В 2016 году был куплен, куплено место, бывший танковый полигон, на котором нужно продемонстрировать технологию, что она реальна, что ее в железе можно сделать и что все, все характеристики подходят. Вот так это выглядело уже после первой очистки. А вот так это выглядело в 2019 году, как раз когда мы там были. Посмотрите, какая красота. Много видов трасс, много видов транспорта, разные испытательные центры. И весь этот парк экологический. Транспорт, стройка, а рядом растут яблоки. Их можно сорвать, скушать. И они потрясающие и чистые. 2020 год. Уже седьмая трасса строится там, потому что трассы эволюционируют. Для разных аспектов, для разных задач необходимы разные виды трассы, разные комплектации. Поэтому у нас есть и перельсовая ферма, там где подвесной и навесной транспорт может ходить. Могут быть двупутные дороги, легкие провисающие, суперлегкие, в несколько километров между опорами, грузовые и транспортные средства. И здесь, поскольку здесь производство, строятся трассы, которые нужно просертифицировать какие-то части и пропробовать близко к производству. Потому что какая-то часть сейчас происходит в Арабских Эмиратах. И здесь на месте некоторые исследования проще сделать, чем уже там. Но об этом я сейчас расскажу. Посмотрите на этот транспорт. Разные виды. Это все рабочее и действительно эффективное. Хочется жить в таком мире, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, в чате. Видите ли вы в своем воображении, можете ли представить, что вся земля будет чистая, как здесь, а сверху будет легкая трасса. При том, что она может быть гораздо выше и не мешать вообще нашему взору и теряться, так скажем, в облаках. Это все реальность, которая уже здесь и сейчас. И благодаря каждому из вас и вашему интересу после данной встречи мы можем ускорить это. Мы можем сделать так, чтобы этот транспорт как можно скорее расселялся по всему миру, делал его максимально лучше, делал жизнь людей лучше, а нам приносил дивиденды и нам приносил огромную капитализацию. То есть то, что сейчас, чем мы сейчас можем поддержать данную технологию и, так скажем, насколько станем ее совладельцем, увеличится в сотни раз в ближайшие годы и, может быть, в тысячу раз в ближайшие десятилетия. Это основа транспортного шестого технологического уклада, по моему мнению, потому что с учетом знаний всех Анатолия Юницкого это действительно так. Он все описал в своих видео, стоит только немножко изучить, дамы и господа. Это потрясающий опыт посмотреть на мир и природу с такой стороны. А теперь про Арабские Эмираты. Самый цимус технологический, который происходит сейчас в SRT Park. SRT Park это как силиконовая долида в Калифорнии, только в Эмирате Шарджи, в Объединенных Арабских Эмиратах. И мы там занимаем фасадное место, потому что Эмир Шарджи являлся ученым. Он посмотрел на эту технологию и сказал, так, вот то, что у нас было несколько зданий, высоток и остальное запланировано на фасадную часть SRT Park. Мы это перепроектируем, потратим полгода. Там будет Skyway. Там будет Skyway Innovation Center. Рядом, сразу через дорогу, с университетом, где учатся 50 тысяч студентов. Представьте, американский университет Шарджи, где будет кафедра Skyway. И какая-то часть студентов из всего этого университета будут сразу на Skyway перемещаться и видеть, как он модернизируется, как он строится. Это фантастика. Но это абсолютная реальность, потому что юницкий Анатолий Эдуардович давно ведет переговоры с Арабскими Эмиратами. И есть там сотрудничество. Даже есть насчет линейного города. Если вы наберете линейный город 2015 год Skyway Объединенные Арабские Эмираты, вы увидите PDF-файл, в котором уже есть разработки, как можно сделать эко-города, где можно добраться из любого места в любое место, либо без пересадки, либо всего с одной пересадкой. Так вот, в Арабских Эмиратах нас поддержали на государственном уровне. Есть трасса, официальный адресный проект в Дубае, Дубай-Марина. 15 километров, 21 станция. Мы сейчас строим в Skyway Innovation Center несколько видов трасс, за сертификацией которого и транспорта, за сертификацией которого следит несколько стран, так скажем. И уже хотят использовать данные технологии, которые мы сейчас сертифицируем. Прямо мы их специально для этого такими и делаем. Для того, чтобы сразу же эти же технологии, просертифицированные, строить в ближайших тропических странах. А это огромные миллиарды заказов стабильных, где наша компания может развиваться. И дальше все, самоокупаемость и сотни миллионов километров в ближайшие столетия будут построены струнные дорог на земле, освобождая землю для флоры, фауны и человека. Арабские Эмираты это очень хорошее место для подобных технологий, потому что у них хватает всего. Они живут не в дефиците, они очень хорошо по технологиям, по нефти и по туризму, то есть являются хорошими инвесторами и они ищут лучшее, они хотят иметь лучшее и дать другим лучшее. Поэтому они сотрудничают с Анатолием Юницким и ЗАО струнные технологии. И вот так они спроектировали Skyway Innovation Center, который изначально я увидел фотографии и думаю, что это за будущее такое, это же как и за сколько это сделает, это же десятилетие. А сейчас я был там в прошлом году и сейчас, глядя на видео, я просто в шоке с того, что получилось, насколько все развивается и понимаю, что это все делается за средства обычных людей со всего мира, единомышленников, которые добровольно, прочитав и узнав, как работают разные элементы краудинвестинга и подобных проектов, поддержали своей энергией, своим временем подобные технологии и они развиваются. В прошлом году в мае мы были там, мы устраивали огромный тренинг для сотни человек из 18 стран, которые в разных странах, как пчелки-трудяги, трудятся для того, чтобы этот проект получился как можно быстрее, как можно ярче. Я там помогал организовывать мероприятия с моими коллегами для того, чтобы у всех все было и получить знания, прокачать этих людей и синергичную работу между друг другом для работы в разных странах по данному направлению и заодно делал оздоровление тела, зарядки, суставные гимнастики и дыхательные практики для людей, чтобы они были полностью готовы к новой информации, к новым совершениям и эволюциям в себе внутри. Там же мы были в Skyway Innovation Center, где Анатолий Эдвардович Юницкий рассказывал нам, что будет дальше, когда мы первый раз туда приехали и увидели, что не только в Беларуси есть экотехнопарк, но и тут мы поняли, мы расстраиваемся по всему миру. Все, что в Беларуси это умеренный климат, мы там показываем один вид технологий. Здесь, в Арабских Эмиратах, другая соль, другая температура воздуха, очень много песка. И особенно соль еще коррозийный процесс коррозии происходит. И Юницкому сказали, нам нравится то, что вы делаете, если вы докажете, что вы можете нам помочь здесь с транспортными технологиями, что они будут работать, то мы продолжим. Даже не обязательно ждать 15 этапа. И так и получилось, потому что это трасса первая, уже по ней ездил наш тропический Юникар в тропическом исполнении, люкс, транспортное средство, которое показало, вот это реальные фото, которые показали и презентовали Эмиру Шаржи и его чиновникам из данного Эмирата. Они увидели, насколько это здорово, что это работает. И сейчас уже готовы прокатить его, как только будет запрос. Далее строится еще несколько трасс, которые дадут возможность перевозить 200-250 пассажиров с огромным пассажиропотоком. И грузовые трассы до 50 тонн может быть специальное устройство, которое может перевозить любые виды контейнеров. Любые грузоперевозки мы можем переставить на новый вид транспорта, и он спокойно поедет по нашей новой логистике. Супер-андроид, без человеческого фактора, доедет ровно куда нужно. Кстати говоря, мы видели фотографию с портами. У Ницкого потрясающие технологии, как делать порты на шельфе морей, чтобы не нужно было огромное изменение ландшафта, чтобы корабли могли подходить прямо к порту, где-то недалеко от моря, выгружать там груз, и он уже пошел сразу. Четыре на Москву, одну на Ригу, еще несколько на Берлин. Грузы отправлять в разные города. Как же это здорово! Насколько это ускорит и понизит цену всего того, что мы используем. Насколько люди станут эффективнее. И все это с помощью транспортной технологии Skyway. Струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого, который инновационный, самый актуальный в данный момент, надземный, освобождающий всю землю для флоры, фауны и человека. Скоростной транспорт, потому что 500 км в час – это то, что мы сейчас сертифицируем. Но передвижение в фарвакууме – это будет пушка. И мы будем передвигаться со скоростью 1200 км в час. Этот проект будет один из следующих, после того, как мы завершим данную технологию, струнную транспортную наземную технологию. И начнем расстраиваться. Самый безопасный. Более чем в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт. Потому что исключено все, что может быть опасно для человека. И мы на втором уровне, с потрясающей красотой вокруг. Экономичный, с идеальной аэродинамикой, которые не сопротивляются окружающей среде, гармонично входят в нее, мало весит, мало энергии, чтобы двигать этот вес. Большая продуктивность. И маленькая стоимость, и энергозатратность на строительство трассы. Насколько же это будет легко и здорово застраивать всю планету подобным видом транспорта. Мы увидим, как за несколько лет паутина Транснет окутает всю землю, настолько разгрузив ее, что мы в один момент просто не пойдем больше к себе в машину, а поедем на Skyway и, скорее всего, будем иметь какие-то небольшие флайг-джеты, чтобы недалеко, на небольшие расстояния перебираться, так невысоко, чтобы было безопасно. Ну что, легко интегрируемый, в любое место. Хоть в жаркой пустыне плюс 60 градусов, хоть в вечной мерзлоте, нету обморожения трассы, не нужно ее чистить. Все сделано для того, чтобы спокойно и равномерно заселить всю нашу матушку-землю, не мешать друг другу, не скапливаться урбанистически в этих городах и повышая цену на жизнь, питание и проживание в нем. А жить спокойно в природе, иметь много зелени вокруг, много чистой еды. Кстати говоря, агротехнологии одна из тем, которую Юницкий хорошо понимает и у которого есть понимание, как делать озеленяемые крыши и что делать, как правильно выращивать разные продукты, чтобы это было разумно. Так как и одна из его технологий гумус, это наполнение земли автоматической, так скажем, быть плодородной и восстанавливаться без последующего добавления. Можно будет озеленять пустыни. Необходимо только дать этому человеку гениальному уму возможность и поддержку для того, чтобы он мог сделать все это гораздо быстрее при своей жизни. В данный момент ему 70 лет, 71, если не ошибаюсь, но он потрясающе выглядит, очень сильный, очень стойкий. Он знает, что он делает. Я общался с ним лично уже, можно сказать, много раз. Как минимум стоит изучить его жизнь. Вы можете посмотреть фильм Skyway to Universe, Skyway во Вселенную. Там четко объясняется, как этот человек пришел к таким высотам, которые мысли и мечты которого раньше еще просто невозможно было это реализовать при первых запусках в космос ракет. Но он ко всему этому, он практически реализует это в материю спустя 40 лет. Поэтому продолжаем дальше. Сейчас 14 этап. Он заканчивается. Что вы можете сделать со всей этой информацией? Вы можете изучить, обратиться к тем, кто рассказал вам о данном проекте, кто пригласил вас на эту встречу, либо связаться со мной. В конце встречи я напишу свою почту. И узнать, как вы можете поддержать, задать все вопросы, которые у вас есть, чтобы вы поняли, а настолько ли это важная информация, чтобы я о ней думала или думал, либо чтобы я использовала. То есть, что я могу получить? Дорогие друзья, вы можете получить действительно огромную пользу для себя, для своей семьи и для мира, если просто уделите немножко времени и связывайтесь с кем-то, кто знает об этом больше. Потому что весь проект огромный и все технологии развивались более 20 лет. За одну такую встречу не расскажешь. Поэтому подключайтесь завтра в 11 часов по Латвии. Добавлю еще информации и новостей. А в общем целом, изучите, кто такой Юницкий. Зайдите на сайт юницкий.инженер. Вы будете удивлены, что такой мозг и такие технологии, за которые, заметьте, он уже получил премию мира, и следующая будет Нобелевская. Почему они так стопорились этим миром и их не давали продвинуть? Но сейчас, при том, что мы почти закончили, как только закончится краудинвестинг, все люди, которые поддержали, станут очень богатые. Этот транспорт начнет показывать свои результаты уже за первые месяцы или годы работы какие-то трассы, там грузовые у корпораций либо у городов. Они покажут свои цифры, насколько они эффективны, насколько экономика этого места будет расти. Будет бум и строительство, компания будет только расширяться и расширяться. Потому что это лучшая транспортная отрасль 21 века на данный момент и, скорее всего, как минимум до 22 века. Поэтому у нас есть возможность у каждого стать частью этого. Для этого нужно узнать, что необходимо проекту для поддержания, так скажем, и смотреть, наблюдать за его развитием, чтобы вы были спокойны за свой вклад, за свои, как можно их назвать, инвестиции. Хотя по факту вы кредитуете проекты, вы встречаете единомышленников в интернете, таких проектов тысячи. Я просто, найдя их, выбрал лучший и самый актуальный. Поэтому сейчас умудряюсь, умудрился добраться до этого места, чтобы вещать перед вами и освещать, насколько важен этот транспорт. Вы видите его, вы видите, что все работает. дать возможность этому человеку реализовать его экотехнологии. Мне кажется, это возможность каждого. Это заслуга каждого за то, что он родился человеком и может так много решать и менять вокруг себя. Юнистский сказал очень важную вещь. Мы получили этот мир не в наследство от наших родителей. Мы берем его в займы у наших детей. будущие поколения будут пользоваться миром, который мы оставим. Какой мир каждый из вас хочет оставить своим детям и внукам? Можно оставить мир, в котором хочется родиться. И сейчас с помощью краудинвестингов, краудфандингов, народного финансирования люди, как единый организм, объединяются вместе через интернет для того, чтобы создать продукты и услуги, которые реально им нужны. И не сделать просто бизнес, а сделать, чтобы это было достоянием народа. Так как этот транспорт скорее всего дешевле, чем на нем никак нельзя будет передвигаться. При том, что все виды характеристик он будет лучший из других всех транспортных отраслей. Вопрос. Хотите ли вы поучаствовать на секунду, на час или на день ускорить это? Даже если на день начать строить такие трассы, то мы уже тысячи жизней спасем. А что это нам даст еще больше. Поэтому, дамы и господа, прошу вас, развивайтесь, интересуюсь. Мы на пороге шестого технологического уклада, он уже сейчас происходит. Нанотехнологии, такие возможности технологические. И новый транспорт под стать всему этому даст огромный скачок для развития. Вот это наш пятый технологический уклад, когда появился интернет. Он изменил наш мир, он нас не спрашивал. Не важно, кто-то знал о нем в другом конце света или не знал, это было важно и эффективно. Его развивали и поскольку это можно было использовать для улучшения мира, все компании и все люди, которые развивали это, они просто так скажем, выросли и стали в тысячу раз мощнее по своему влиянию на весь мир, сделав его лучше. А те, люди, которые стояли за этим, были инвесторами, поддерживали разными способами подобные проекты, технологии и компании, они сейчас видят, к чему это привело. Они видят, что их руками создано будущее. Так вот, вот эти вот люди, кроме того, что мы можем получать дивиденды от каждого проданного километра, от каждого проданного подвижного состава компаний, каждый, кто поддержал компанию, будет получать дивиденды, которые будут расти с каждым годом. А если не получать дивиденды, то через несколько лет акции данной компании можно будет продать на бирже с огромной капитализацией. То, что 16 лет назад, например, в Гугле стоило 10 долларов, сейчас стоит более 100 тысяч долларов. Вот так 10 долларов маленькая компания, и то, что она может, из-за того влияние своего и пользы растет, капитализируется. И сейчас вот столечка, сколько там было, стоит вот столько. Или вот компания Альбаба за 100 долларов за 18 лет превратилась в миллион 782 тысячи. Хотели бы вы стать совладельцем данной компании в самом начале, если вы реально видите, что, о, это нужно миру, о, эти характеристики хорошие, и действительно доказывают, работают, официальное сотрудничество есть, доказывают на выставках, получают награды, то есть все идет, все работает, и уже подходят к самому концу. хотите ли вы стать частью этого и воспользоваться теми же благами, которые воспользовались вот эти люди, которые стояли у истоков этого, или те люди, которые стояли у истоков биткоина, которые купили когда-то биткоин, когда они стоили по центу, а сейчас они стоят тысячи. Это развитие, оно происходит семимильными шагами сейчас, и оно требует нашего внимания, нашей осознанности и концентрации, способность немножко посидеть и изучить, что нам нужно, а что не нужно, но дополнительные виды заработка, либо основные с помощью передачи знаний о экологических технологиях, о том, что вы можете сделать мир лучше, сейчас это все возможно, в любой стране, на любом языке, в любое время, с любым человеком, вы можете помогать людям делать краудинвестинги, а в нашей компании Skyworld Community вы можете все это делать уже по готовому плану, потому что компания делает абсолютно все, чтобы каждому человеку была возможность и поддержать проект, и помочь ему сейчас реализоваться, получая огромные без ограничений вознаграждения за это, и действительно менять мир, поэтому я вас прошу, общайтесь с теми людьми, которые вас сюда пригласили, напишите мне, не оставляйте эту информацию без внимания, подумайте, как вы можете ее использовать, потому что у вас очень много возможностей, а далее те люди, которые поймут и познакомятся чуть больше, в среднем, если назвать это как инвестирование, кредитование по договору конвертируемого займа, люди поддерживают данный проект и инвестируют минимум 7, точнее в среднем 7,2 раза, то есть каждый человек, который нашел время немножко углубиться и понял, что к чему, потом посмотрел новости, вебинары, узнал, как это и к чему это ведет, они продолжают участвовать в проекте, инвестируют еще, потому что понимают, насколько это важно. Я оставил множество своих деятельностей ради того, чтобы больше времени уделять сюда и сейчас снова колеблюсь, как сделать так, чтобы больше людей узнало, как спланировать свое время. Я очень рад, что сейчас вы все находитесь здесь и можете это слышать, видеть и чувствовать, потому что будущее это экологические дома, которые мы скорее всего тоже будем помогать делать Анатолию Эдуардовичу Низскому. Сейчас проект поддержали более 500 тысяч человек, около 500 тысяч человек. Представьте, все люди, которые уже разбираются в инвестировании, в том, как двигается технология по миру, как сообщаться с другими людьми, как создавать экологическое и их дети же будут это понимать. То есть создается содружество, которое точно не оставит, так скажем, чтобы разойтись, а нас будет становиться больше, потому что проектов еще много. Экодома, гумус, линейные города и экопоселения, во всем из этого можно будет по-любому участвовать, поддерживать и видоизменять наш мир. Я надеюсь, вы хотите увидеть подобный мир. Я надеюсь, что вы захотите поучаствовать в этом изменении, потому что нас ждет переход в космическую цивилизацию с учетом всех технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Кто хочет узнать больше, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я с удовольствием врану расскажу о том, как человечество освоит ближний космос и вынесет всю вредную индустрию технологическую в ближний космос, оставив на нашей живой планете только живые экологические технологии. Skyway, который уже на 14-м из 15-ти этапов развития, лишь первый шаг, который мы уже почти сделали, чтобы запустить все технологии эко-мира. 15-й этап не за горами. У каждого есть возможность и заработать, и помочь, и узнать больше. Нужна только ваша осознанность. Будьте, пожалуйста, здоровы. Спасибо большое за внимание. Пишите свои вопросы. Сейчас я скину свою почту. А пока напоследок я покажу вам одно видео, которое вам точно понравится. Улыбок вам. Приятного просмотра. На дорогах мира ежегодно погибают полтора миллиона человек. Более 10 миллионов становятся инвалидами. Дороги занимают 20% земной поверхности, которая отнята у природы и исключена из сельскохозяйственного оборота. Существующий транспорт наносит экологический ущерб в размере 2,5 триллионов евро в год. Если не искать новых решений, то ситуация в мире будет только ухудшаться. Транспорт должен измениться, стать эффективнее, безопаснее, экологичнее. Транспорт Skyway это прочная и легкая предварительно напряженная эстакада, по которой на скоростях до 500 км в час передвигаются специальные электромобили различной конфигурации и вместительности. Движение осуществляется по рельсам, являющимся главным элементом эстакады. Струнная путевая структура, не разрезная на всей протяженности пути. Даже если несколько опор будут повреждены, это не парализует движение, так как предварительно напряженные струнные рельсы будут только сгибаться без разрыва. В комбинации с многоэлементной конструкцией рельса она обеспечивает значительный запас безопасности. Небольшая площадь поперечного сечения основных элементов значительно уменьшает опасность, создаваемую ураганами и цунами, наводнениями, снежными и песчаными заносами, которые остаются ниже уровня движения, что делает трассу устойчивой к стихийным бедствиям. Таким образом, путевая структура Skyway соответствует международным стандартам безопасности. Подвижной состав оснащен противосходной и резервной тормозной системами. Модули приводятся в движение четырьмя и более мотор-колесами, каждая из которых может работать самостоятельно, так что даже при выходе из строя большинства приводов движение транспорта будет продолжено. Дублирование критически важных функций и систем один из основных принципов концепции безопасности Skyway. Полностью автоматизированная интеллектуальная система управления исключает человеческий фактор, который является причиной большинства дорожно-транспортных происшествий. Помимо того, она обеспечивает анализ информации в реальном времени, а также способна регулировать движение при обнаружении препятствия и контролировать поведение пассажиров в салоне. Независимо от погоды или времени суток, система обеспечивает безопасное движение в условиях плохой видимости. Эта система способна круглосуточно собирать данные о состоянии модуля и окружающей среды, контролируя процесс посадки и высадки пассажиров, а также интервалы движения. Невозможно учесть все, поэтому для экстренных аварийных случаев, помимо интеллектуальной системы, отвечающей за централизованные меры безопасности, каждое транспортное средство SkyWay оснащено рядом автономных аварийных устройств. К ним относятся автоматически сцепляемое аварийно-буксировочное устройство, с помощью которого транспортное средство, идущее сзади или спереди, может отбуксировать неисправное до ближайшей станции. Огнетушители в пассажирском салоне, а также дуплексная голосовая и видеосвязь с диспетчером. В крайних случаях пассажиры могут быть эвакуированы из салона через аварийный выход при помощи надежного эвакуационного механизма. Разработанные для достижения максимальной безопасности и эффективности при минимальных затратах энергии, системы SkyWay имеют на сегодняшний день самые низкие уровни воздействия на окружающую среду, работая на чистой электроэнергии. Для них требуется минимальный землеотвод, что обеспечивает возможность строительства жилья и выращивания сельскохозяйственных культур под путевой структурой. Дорогие друзья, спасибо большое за ваше внимание. Я надеюсь, вы обрадованы, удивлены, хорошо настроены и почувствовали действительно себя в будущем, видите, что это такое и заинтересованы, не оставите эту информацию без внимания. Еще раз, пожалуйста, если вы хотите хоть что-то из этого или даже, например, не видите, где вы это можете получить, свяжитесь, пожалуйста, я оставил вам email в чате, я помогу вам понять, где и каким образом вы можете принести вот эти блага для себя, своей семьи, своих близких. И если вам понравилась эта презентация, пожалуйста, делитесь ссылкой, завтра в 11 я сделаю еще одну немножко другую презентацию с новостями и немножко по Экофесту, не именно технология, и будет запись данной презентации, либо Skyway презентация на Россию от 30 сентября, например, хорошая запись. Все в Ютубе, опять же, либо свяжитесь, отвечу на все вопросы, которые знаю. Поэтому надеюсь в скором времени мы с вами где-нибудь пересечемся в таком транспорте, передвигаясь из страны в страну. А пока давайте каждый займется наслаждением этим миром и подумает, как он может сделать этот мир лучше. Спасибо вам большое за внимание. SkyWorld комьюнити приветствует вас, желает всего доброго и до скорой связи. Будьте здоровы! все видео, которые у меня есть, вы можете сверху справа папочка ресурсы, вы прямо оттуда можете их скачать. себе и показать как кому-то другому, любому человеку, которого вы считаете нужным, поделиться такой, на мой взгляд, полезной информацией. Сверху, справа комнаты, ресурс рядом с выходом, ресурсы, папочку, там скачать. Спасибо за внимание. Желаю всем океана улыбок, как от других людей, так и своих собственных. спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!